Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня среда, мы отправляемся на рынок Вабана Термы. Рынок проходит только в утренние часы. Сегодня, кстати, дождь. Имейте в виду, что если дождь не сильный, скорее всего, рынок будет работать в полном составе. Я уже рассказывала о том, что худи в этом сезоне будут мега супер популярны. Также я рассказывала о том, что рынок, как правило, очень быстро реагирует на тенденции. Посмотрите, какое количество худи я нашла на рынке. Кстати, сложнее всего, по собственному опыту могу сказать, купить чисто белое худи, без надписей, хорошо выполненное. И в особенности в так называемом зимнем материале, то есть фельпа с начесом, как ее называют здесь в Италии, худи с начесом. Есть летний материал для худи и свитшотов. И такие худи и свитшоты лично я не люблю и не рекомендую. Они слишком тонкие, и материал как будто бы не держит форму. А есть зимний материал. Его носить приятнее в особенности, если 100% хлопок. Это так называемый материал с начесом. Кстати, сегодня были также брюки. Брюки мне не очень понравились из-за центрального кармана а-ля кенгуру. Но подобрать себе интересный комплект можно. Кстати, посмотрите, за 10 евро я нашла платье, которое стоило почти 200 евро. Оно отлично выполнено. Очень красиво сделано на одно плечо. Но самое главное, это драпировка, которая в этом сезоне тоже будет мега популярной. Кто-то сможет подобное платье носить самостоятельно. Я очень люблю платье носить в качестве юбки. Такая юбка, тем более в таком необычном красивом металлическом цвете, будет смотреться очень красивым. Также мне понравилось это платье, что называется на все времена. Классический крой. Тоже известная марка многим. И на рынке можно подобные вещи купить действительно за небольшие деньги. Не пренебрегайте рынком, если приедете в ближайшее время в Италию. Наверняка вы найдете что-то очень интересное. Как и местных производителей можно встретить на рынке их товар, так можно встретить остатки сладких. Также я нашла очень модные в этом сезоне платья в стиле комбинации. Посмотрите, какой красивый золотистый цвет. Платье, кстати, не дешевое. Стоит 55 евро на рынке. Наверняка оно стоило примерно три раза дороже непосредственно в магазине, откуда оно на рынок как раз таки попало. Я рассказывала, что конкретно этот лоток это вещи из магазинов. Вещи из магазинов, которые должны закрыться, либо полностью обновить ассортимент. Мне понравился этот кардиган. 100% вискоза и, кстати, очень качественно. Это видно даже на камеру. Этот кардиган очень длинный. Я бы носила его как платье. От паров этикетку и нося, что называется, задом наперед. Таким образом, чтобы застежка и красивый V-образный вырез оказались на спине. Мне уже написали про китайский ширпотреб и сумки, которыми переполнена вся Италия. Могу сказать, что да, наверняка китайцы в самой Италии производят подобные сумки. Но и очень много действительно итальянских производителей производят сумки из натуральной кожи по тем же самым лекалам. Просто есть модели, которые очень популярны здесь, в Италии. Их производят абсолютно все. На самом деле, это некий масс-маркет made in Italy. Сегодня мне приглянулась вот эта сумка. И могу приоткрыть небольшой секрет. Сегодня мы поедем с этим производителем, точнее, с этим продавцом и производителем договариваться о том, чтобы они зашли к нам на платформу. Очень часто вы можете увидеть, как сумки непосредственно сделаны где-то рядом с нами. Ну и также какие-то, допустим, известные бренды. Как раз-таки вот этот лоток имеет подобный ассортимент. Кстати, из своего опыта могу сказать, что когда приходишь непосредственно уже договариваться о продажах, выясняется, что очень много вещей, конкретно сумок, действительно не сделаны в Италии. Они импортированы. И нужно быть очень-очень внимательными, потому что да, это может быть натуральная кожа, это может быть все очень и очень качественно. Но действительно это импортированные вещи, импортированные товары. Поэтому не всегда, когда нам говорят на рынке сделано в Италии, это действительно сделано в Италии. Я это, например, для себя открыла, когда приглашаю производителей и говорю, что мы продаем товар, сделанный в Италии. Что как раз-таки идея магазина доставить Made in Italy в любую точку планеты. По крайней мере, таковы наши с Микелой планы. Действительно сумки очень красивые, показываю вам то, что мне понравилось, то, что я бы сама носила, то, что я бы хотела продавать и то, что я могла бы посоветовать вам, если бы вы спросили моего совета. Эти модели действительно мне очень понравились. Кстати, хочу также сказать, что преимущество итальянских сумок это не столько модели. Как правило, они копируют более известные и действительно понравившиеся модели известных марок. Сильная сторона этих сумок это цвета. Действительно, можно выбрать абсолютно любой цвет. Также, кстати, как и то, что касается перчаток. Те, кто были в Венеции, наверняка обращали внимание на умопомрачительный ассортимент перчаток. Кстати, очень часто это те же самые производители и продавцы, которые присутствуют на рынке. Например, сегодня я показываю вам продавца, который продает в том числе и в Венеции. До пандемии у него было два магазина, сейчас только один магазин. И там можно найти вот такие красивые перчатки. Мои черные, как и мои цветные, которые вы видели, возможно, в видео более ранних, которые я снимала много лет тому назад. Это тоже все перчатки, купленные на этом лотке. И сегодня как раз-таки мы вместе будем обедать. Приедет тоже Микела. Мы будем договариваться и приглашать конкретно этого производителя к нам на платформу. Перчатки очень красивые, признаться, в Венеции цены будут слегка выше, но это и оправданно. Там и аренда дороже, и ехать вам на рынок не придется. На рынке аренда места обходится гораздо дешевле, накладные расходы гораздо меньше. Поэтому примерно на 5 евро дешевле стоит каждая пара. Хотя, опять же, все зависит. Некоторые модели никогда не попадают на рынок в силу их деликатности. Но даже из того, что попадает, действительно можно выбрать. Посмотрите, какие красивые перчатки. Они были в желтом цвете, также в синем. Наверняка есть другие цвета. Очень красиво сделаны. Действительно, когда держишь качественный продукт в руках, невозможно не ощутить это качество. Рынок заполняется в том числе уже и зимним трикотажем. Покажу вам модель, которую в ближайшее время вы сможете найти на моей платформе. Конкретно этот кардиган удлиненный мне предложили, но мне он понравился. На самом деле, все, что заходит на платформу, выбираю я. Со мной всегда советуются и мое слово последнее. Вот этот кардиган, я считаю, просто находкой. Он еще представлен в совершенно разных цветах. Есть абсолютно разнообразная базовая, так называемая гамма. От светло-серого до бежевого, белый. Все оттенки. Но есть также и яркие цвета. На самом деле, если я успею сфотографировать и отснять все, то мы предложим все цвета. Если нет, то будут предложены вот такие спокойные варианты, что называется «Привет, Селин». Я не примеряла еще конкретно этот кардиган, но уверена, что он будет очень хорошо смотреться. Также длинные кардиганы представлены тоже во всех мыслимых и немыслимых цветах. Если попадете на рынок в самом начале сезона, вам действительно будет из чего выбрать. Это касается как модели, так и цветовой палитры. КОНЕЦ КОНЕЦ Помимо трикотажа, также мне очень понравились блузки. Уверена, что это 100% полиэстер, хотя мне еще нужно проверить. Но эти блузы очень аккуратно выполнены. И они представлены также во всевозможных цветах. Я считаю, что самым сложным вариантом это найти вот такую имитирующую шелк-блузу в черном цвете. С белыми брюками и вообще с любым светлым низом будет смотреться подобный вариант потрясающий. Удивительно, но черный цвет сегодня я тоже встретила. Я вам передать не могу, как красиво смотрелась девушка, одетая конкретно в это платье. Я увидела ее в Лиде де Езела, когда пила кофе, заснять не смогла. Но подумала, что это платье я видела в Лиде де Езела. Это действительно так, оно попадало в обзор витрин. И подумала также, что хотела бы себе это платье купить. Потому что, ну, потрясающе выигрышно смотрится. Вот такой яркий цвет на такой достаточно блестящий, но не слишком фактуре. Как оказалось, это платье стоит 35 евро. Его можно носить самостоятельно. Он действительно потрясающе смотрится. Несколько вопросов все-таки к краю, к оверлогу. Но за 35 евро, что называется, ожидать чего-то большего, конечно же, не стоит. Но это платье также может смотреться очень красиво. В качестве юбки, надетая под худи, под удлиненный свитер. Подобные образы я показывала. Действительно, абсолютная находка. Есть очень интересные уже осенние, в том числе, цвета. Всего за 5 евро нашла очень неплохие футболки. Есть разные варианты, в том числе, удлиненные. Если хлопок достаточно плотный, их можно носить как платье. Я, например, показывала также подобные образы. Но есть также классические короткие варианты. И действительно, есть из чего выбрать футболки без рисунков. И выполнены аккуратно и из очень качественного хлопкового джерси. Сегодня на мне велосипедки. Мне бы очень понравилось сделать прямо здесь же на рынке. Точнее, собрать прямо здесь же на рынке вот такой комплект. Леггинсы, либо велосипедки, как на мне. Плюс удлиненные, достаточно тонкая, не предназначенная для самостоятельной носки белая футболка, которую я вам только что показала. Плюс вот такой укороченный свитшот. Он есть в черном цвете, также в темно-синем. Действительно, очень интересная спортивная кэжуал-многослойность. Ну что ж, мои прекрасные зрители, сегодня на рынке я встретила действительно большое количество красивых, интересных вещей. В особенности меня подрадовали сегодня сумки. Новые коллекции, новые цвета. И есть действительно из чего выбрать. На этом с вами прощаюсь. Мы с вами очень скоро увидимся. Будете в Абонатерме, загляните на рынок. Возможно, с вами там и встретимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok